Савва, Савва, Савва. Удивительный человек. Человек, раздувающий свои регалии. Человек, который, несмотря на 30 лет вроде бы научной деятельности, допускает чудовищные по своей смехотворности ошибки в вопросах как эволюции человека, так и возникновения эмбриональных патологий нервной системы, то есть в тех областях, где он заявляет себя как специалист. Я специально посвятил два видео практически часовой длительности ошибкам Савельева в этих и других областях. Ошибкам, которые по своей смехотворности, ну, не допустил бы даже студент-второкурсник. Так вот, наш мистер-эксперт во всем на свете в очередной раз продемонстрировал свою доминантность над здравым смыслом. После трагедии в Керчи, когда паренек, совершенно легально купивший себе ствол, устроил стрельбу в учебном заведении, Савельев не смог промолчать. По его заявлению, у Владислава Рослякова изначально были все признаки аутизма, и то, что он устроил стрельбу, было спровоцировано тем, что у него гормоны горлом пошли. И это прямая цитата. На самом деле, Сергей Вячеславович уже не первый раз делает такие заявления. Эти дети агрессивны. Вспомните, кто массово убивал тех же детей в Америке недавно. Не аутисты ли? Аутисты. Это опасные дети, с которыми нужно очень внимательно и много заниматься. И дело даже не в том, что у профессора нет пруфов. Это как раз не удивляет. Ведь бездоказательно вещать херню – это призвание Савельева. И слова о том, что аутизм – это параноидальная шизофрения, это наглядно иллюстрирует. Проблема тут в том, что Савельева и приглашают на различные мероприятия, интервью как эксперта по причине того, что он несет херню. А он, в свою очередь, своими действиями дискредитирует научное сообщество России, в котором и так не все гладко, чего стоит один только член-корреспондент РАН, который по совместительству является директором фирмы «Материя Медика», производящей гомеопатические препараты. Эпштейн Олег Ильгич, поприветствуем нового... Серьезно, если посмотреть на медийное пространство, то у вас сложится впечатление, что чем большую херню вы несете с чем более уверенным видом, тем больше у вас шансов быть приглашенным в качестве эксперта на какое-нибудь мероприятие или интервью. И тем более прискорбно, что трагедия, которая унесла жизни 21-го человека, привлекает падальщиков, стремящихся поделиться своим очень важным и аргументированным мнением, вроде Савельева. Ведь, во-первых, Росляков прошел все необходимые процедуры для получения огнестрела. У него не было диагноза «аутизм» или любых других диагнозов, которые могли бы воспрепятствовать получению оружия. А во-вторых, то, что у людей с аутизмом есть некоторые проблемы с эмпатией, с усвоением социальных норм, не означает, что они станут преступниками. Напротив, социальная стигматизация и предвзятое отношение ведут к ухудшению качества жизни у людей с аутизмом, что, в свою очередь, и повышает риски деликвентного поведения. Понимаете, как это работает? Приравнивание людей с аутизмом к убийцам с легкого мгновения руки Сергея Вячеславовича Это не только вредное, это дезинформирующее и откровенно отвратительное действие. Людям с аутизмом и так живется не сладко. Я, как человек, которому ставили диагноз «высокофункциональный аутизм», даже представить не могу, каково жить людям в СНГ с расстройствами аутистического спектра, которые более выражены под своим поведенческим проявлением. Эксперты, вроде Саввы, ухудшают и без того тяжелую ситуацию, когда люди дезинформированы о природе и проявлениях тех или иных расстройств. Я оставлю ссылку в описании с обращением сообщества, представляющего интересы и права людей с аутизмом, к Российской Академии Наук и журналистам. Однако, лично я не считаю, что такие обращения могут кардинально изменить ситуацию, сложившуюся в медийном пространстве, когда мнение научного сообщества просто игнорируется в угоду фантазии таких вот экспертов, как наш Савельев. Не знаю, за чего это делается. То ли потому, что такие эксперты и их заявления получают гораздо больше резонанс, то ли потому, что с российской журналистикой впрямь все настолько плохо. Но оставлять он на нынешнем уровне явно нельзя. И с этим надо что-то делать. Но что, я понятия не имею. Оставляйте свое мнение в комментариях и пока.